привет дорогие друзья и гости моего канала цветочный сад у аленушки тема сегодняшнего видео зачем мне свеча при укоренении роз осенью поделюсь сегодня простыми хитростями которые помогут укоренять осенние черенки любимых роз веток после осенней обрезки скапливается достаточно много обычно обрезаем розы на исходе октября и в начале ноября сегодня я проводить обрезку не буду я просто покажу на примере нескольких роз как укоренить черенки сегодня нас 19 октября регион курской область не надо думать что такая глубокая осень плохое время для размножения роз я с вами не соглашусь конечно для южных регионов осенние черенкование проходит лучше но с нашими аномально теплыми зимами это тоже возможно поверьте мне но не буду долго разглагольствовать занимать ваше время поэтому принимаемся за черенкование для начала я в 200 миллилитров воды развела пачку корневина я буду опускать свои череночки на два часа для чего свеча я расскажу позже итак берем секатор и идем нарезать черенки где же взять черенки чтобы лучше они укоренились находим точку разветвления двух побегов вот допустим на примере вот этого куста здесь два полноценных побега я обрезаю секатором ниже точки разветвления двух побегов и иду правильно готовить черенок для укоренения и так срезаем и берем это череночек буду и конечно я постараюсь вам показать одной рукой конечно неудобно но вот эту точку разветвления где было уголок я обрезаю то есть срез делаю на уголок нижняя нижний срез будет идти косым срезом далее отсчитываем 3 или 4 почки и делаем прямой срез над почкой можно 3 можно 4 вот так вот таким прямым срезом получается полноценный черенок если есть листья листья мы обрываем и ставим в раствор с корневином точно таким же методом можно нарезать любых с любого куста черенки то есть вот такие места где идет как бы уголок соединения двух побегов я думаю на каждом кусту есть обрезаем точно также снизу хочу вам сказать что нарезка черенков дело не шуточное есть люди с особым даром которым достаточно воткнуть палку в открытый грунт и на этом месте вскоре будет благоухать розовый куст для всех остальных кому интересна тема размножения черенками осенью я хочу сказать чтобы они укоренялись для черенков они применяют взрослые но не старые побеги при нажатии от них легко отделяются колючки с диаметром около пяти миллиметров они должны быть повреждены вредителями заражены болезнями побеги черенку им разрезаем на отрезки длиной 20-25 сантиметра вот такой черенок должен быть чтобы каждый из них имел от 3 до 5 почек имея дело с черенками розы нужно заготавливать их также как в большинстве случаев при размножении кустов нижний срез косой непосредственно под последней почкой верхней конечно же прямой над первой почкой важно что у нижнего среза должна остаться пятка кусочек коры материнского куста это желательно так он легче приживется и пустят корни двух верхних листочков будет достаточно если вы оставляете их для фотосинтеза остальные листья черенка удаляем но у нас осень листья уже падает и ничего страшного если черенок будет вообще без листочков перед высадкой в грунт рекомендуется выдерживать черенки в растворе корневина можно также применить марганцовка можно изначально допустим марганцовка а потом стимулятор роста но я сразу опускаю в корневин стимулирующий препарат для корешков чтобы облегчить и ускорить процесс адаптации в почве стоять они будут два часа и далее покажу что я буду делать после того как они у меня будут готовы уже пойти грунт воск служит защитным покрытием от испарения влажности и также от пересыхания сейчас я буду готовить грядки грядки под розы где буду укоренять перекоп перекапываю то место где буду укоренять с добавлением садовая земля с добавлением песка грунт здесь хороший плодородный поэтому ничего добавлять сюда не буду не торф просто обычную садовая земля в прошлом году я укореняла летом у меня они очень хорошо укоренились но вот такое осеннее укоренение уже в октябре конечно для меня это будет новшество я буду пробовать показываю вам что получится обязательно в итоге уже на следующий год мы увидим и так сделала бороздки но борозды я насыпала песка сантиметр 12 где-то теперь для того чтобы разложить сюда череночки предварительно я немного пролью водичкой то есть буду увлажнять потому что по сухому грунту хотя уже и октябрь месяц может быть будут и осадки но на это надеяться не буду поэтому немного увлажняем бороздки наши кладем наши черенки под уголочком 45 градусов друг от друга где-то сантиметров по 10-15 и раскладываем грядку в одну конечно грядку у меня столько черенков не поместится но я еще буду укоренять потому что конечно осенние учринка черенкования я думаю стопроцентный результат не даст но даже если укорениться где-то процентов 30-40 и то это будет очень хорошо поэтому делаю рядышком вторую грядку это же на дно бразды и сыплю песок и точно так же как предыдущую грядку проливаю водичкой увлажняю и буду раскладывать черенки пробуйте такой метод очень хороший здесь у меня раньше на этом месте я делала мини тепличку из колес накрывала пленкой и у меня в этом месте сходила весной ранней весной астром но решила это место чтобы она не пустовала заполнить ее черенками рост колеса у меня также остались боковушки вкопаны то есть есть где облокотить какое-то укрытие но об укрытии мы поговорим попозже вот этот раствор корневина который остался в чем были стояли мои череночки я проливаю в эти шаг рядки это даст тоже положительный свой результат думаю и теперь присыпаю череночки этим же грунтом это же землей садовое вместе с песочком я думаю что если бы мы делали вот такое укоренение под бутылки кто-то делает и под бутылки под баклажки то конечно каждую бутылку поставить все же вот такой метод более в бороздке он более удобный потому что можно накрыть сразу ящиком это займет меньше какие-то либо трудности и мест и меньше места все будет в одной как бы менее теплички которая будет и весной когда они укоренятся мне будет удобнее постепенно снимать укрытие которое будет на этих черенках потому что я буду укрывать и лапником хвойников но сейчас пока в данный момент после того как я произвела вот такую манипуляцию по курению я укрывать сейчас не буду как только будут ожидаться первые такие заморозки то конечно буду делать укрытие но обязательно покажу когда буду укрывать потому что я буду готовить одно и то же укрытие для гортензии своих молодых которые высаживала в этом году открытый грунт и также для черенков роз данный момент пока временно прикрою я просто ящиком но надо будет привести лапник буду сверху укрывать лапником потом ящиком и потом укрываем материалом два слоя но это покажу уже когда будет полноценное укрытие обязательно вам сниму видео ну вот и все друзья понравилось видео ставьте пальчик вверх подписывайтесь на мой канал чтобы не пропустить дальнейшие мои видео кликайте под видео на колокольчик вам здоровья удачи и до новых встреч до новых интересных видео субтитры сделал DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова